Детям погулять, короче, во дворе негде. Так что выйти с коляской погулять просто невозможно. Грязь и неприятный запах во дворе на улице Циолковского в Люботине стоят с августа, говорят местные жители. Из переполненных колодцев нечистоты текут прямо под домом. Вот можете себе представить, когда будет мороз, это все будет замерзать, айсбер будет. И червато тем, что в подъезде может быть прорыв, у нас и все пойдет в подвал, естественно. Старожил дома Вадим Титов помнит, как эту канализацию прокладывали, но не помнит, когда в последний раз ремонтировали или прочищали. Хотя жильцы утверждают, за услуги платят исправно. Канализация за октябрь 96 гривен, с копейками, естественно. Сентябрь 133 гривны, август 84. Ну, что мы за каждый месяц такие суммы. В местном водоканале говорят, колодцы во дворе на Циолковского чистят регулярно. Но этого мало. Слишком уж старые трубы. К тому же жильцы домов и сами виноваты в своих коммунальных бедах. Самовольно сделали себе канализацию и врезались в центральную. Но при этом не выдержав никаких норм и без всяких проектов, без ничего. Получилась не выдержка уклонов. Получается, что не в той ямы врезались, которая надо. В Люботине неисправна канализация почти в каждом втором доме, говорит начальник водоканала. На замену всех труб просто не хватает денег. Но во дворе на Циолковского решили все же сделать капитальный ремонт канализации. Жильцы подтверждают, с утра возле дома кипит работа. Коммунальщики обещают справиться за день-два. Маргарита Кузьмина, Евгения Дашкевич, Алексей Жучков, Медиагруппа «Объектив».